всем привет кто смотрит это видео я вам хочу поделиться опытом работы такой студии как мулаб вот это конкретно седьмая версия свободная совершенно бесплатная и можно скачать на официальном сайте как это делать я не буду в этом видео рассказывать это каждый сможет просто вбить поисковую строку браузера любого мулаб семь или восемь и вас отправят на официальный сайт а там разберетесь и хочу еще сказать что не надо переживать что она здесь на английском языке это ничего страшного для написания музыки нам тут потребуется три-четыре слова знать это такие слова которые вы наверное уже сами все знаете а я хочу в этом видео сосредоточиться на том как в ней работать именно тут есть несколько таких основных принципов которые надо будет разобрать и тогда успешно можно будет любые битки рэповые писать и вообще музыку с нуля ну и приступим после установки программы откроется вот такое окно я сейчас не буду рассказывать про назначение вот этих всех кнопок окон полей а призвал предлагаю записать какой-нибудь короткий двухтактовый биток и по ходу написания тогда уже будет ясно кто тут за что отвечает ну начнем с барабанов для этого идем в это поле здесь есть инструменты нажимаем выпадает вот такое вот меню это даже не по одному инструмент это группа инструментов ищем барабаны вдруг нажимаем выпадает у нас 6 ударных установок это не по одному звуку это целый ударной установки выбираем например вот эту здесь самом верхнем правом углу есть клавиатура на которой звуки барабанов которые входят в эту установку и теперь самое главное зажимаем левой клавишей мыши которую мы выбрали ударную установку вот и перетаскиваем в это окно противоположную сторону в левый угол отпускаем вот это появились у нас настройки этих барабанов но они тут нормально все установлены по умолчанию мы не будем сейчас заморачиваться тут долго можно будет в этом разбираться сами покопайтесь разберетесь закроем мы тем более что барабаны отразились у нас не только здесь в этой панели мы их растянем немножко но и здесь еще здесь громкость можно немножко убрать и вот она косая стрелочка нажав на нее мы опять уходим в любой момент и подстроим как нам надо будет так закрываем сейчас нам надо главное сосредоточиться как писать эти барабаны здесь и вот смотрим в левом верхнем углу две стрелочки есть эта линия тактов 1 2 3 4 ну так далее их тут можно сколько угодно делать здесь вот именно есть две стрелочки а мы решили двухтактов и значит берем правую стрелочку зажимаем левой клавишей мыши и отводим ее и у нас получается два такта вот напротив этих барабанов они вот светлым горят это то есть они активная сейчас еще раз внимание выбрали мы эти два такта ставим в любом месте стрелочку и два раза кликаем все у нас появилось поле светлое то есть активная это именно для барабанов и вот здесь смотрим сейчас мы находимся в композиции это общий вид а теперь нам надо конкретно выйти барабаном для этого рядом кнопочка будет edit нажимаем на нее и вот мы конкретно в барабанах с левой стороны клавиатура все звуки которые у нас тут есть в этой ударной установки здесь каждый бит вот отмечен столбиками 4 8 битов на два такта то есть 4 четверти по 4 бита в каждом такте по умолчанию они разбиты еще на четыре части то есть на 16 кто музыкальную грамоту знает тот понимает но кто не знает так интуитивно но нам надо каждый удар на каждый бит сейчас сделать поэтому 16 нам многовато будет мы идем вот сюда среднюю панель сюда среднюю панель и здесь видим 16 нажимаем на левую стрелочку и доходим вот до бита бит теперь каждая у нас столбик это бит вот этот принцип написания музыки миди будут квадратики эти называться но теперь начнем нам надо большой барабан найти вот он хороший два раза кликаем по выбранной ноте вот у нас появляется чтобы убрать ее опять два раза кликаем она убирается ну и начинаем набирать через такт через бит еще и еще вот у нас получилось 4 басовых барабана теперь нам надо малые барабаны найти вот он малый барабан нормально пойдет тот же принцип два разокликаем по выбранной и вот они у нас теперь послушаем что у нас получилось а здесь верхние панели будет такой же плеер как обычно все ушло чтобы зациклить ищем верхней панели вот здесь такая у нас есть луп называется нажимаем он засветился зеленым возвращаем курсор обратно и теперь он зациклился у нас повторяется зациклился пойдет но теперь же нам надо хоть какие-нибудь тарелочки чтобы как-то разнообразить вот например вот эти хэт или тарелочки но теперь нам надо хэт или тарелочки два удара на бит сделать поэтому идем опять в эту среднюю панель и правом правой стрелочкой ищем вот 8 у нас будут то есть бит разделился на двое и теперь двойным кликом вот так вот набираем слушаем что получилось ну вот такой примитивный бит нам тут не нужна такая художественная ценность этого бита нам главное разобраться как это все устроенное работает ну вот с барабанами мы разобрались конечно тут можно еще добавлять все делать но мы не будем сейчас этим заниматься а еще выберем еще какой-нибудь инструмент какой-нибудь синтезатор и закрепим идем опять верхней панели ищем композиция нажимаем и вот мы вышли в композицию опять в общий вид опять таким же способом идем в правую панель сюда закрываем барабаны ищем синтезатор ну например вот здесь какие-нибудь тут их вот огромное количество звуков этих синтезатора ну допустим вот этот возьмем здесь же в правом углу мы проверим его пойдет опять зажимаем левой клавишей мыши и перетаскиваем вот в это поле под барабаны все опять вышли у нас настройки опять мы их закрываем здесь у нас тоже самое рядом нижней панели расположилась рядом с барабанами немножко громкость уберем и таким же способом между вот этими двумя стрелочками двойным кликом создаем поле опять идем будет и у нас открывается синтезатор здесь клавиатура с левой стороны звуки опять же здесь на 16 у нас разбито сделаем бит убит ну и допустим для миноре какой-нибудь несколько звуков вот нота ля здесь на клавиатуре двойным кликом опять делаем но она короткая получилось нам бы ее длиннее сделать для этого вот так делаем чтобы двойная стрелочка была и тянем . нам надо вот ну и следующем такте например ноту соль возьмем опять двойной клик опять стрелочка опять тянем вот у нас получилось послушаем вот такая примитивная штука получилось но самое главное понять как это устроено ну вот допустим это достаточно нам идем опять композицию и вот у нас уже отобразились инструменты здесь в левой стороне те которые мы выбрали и здесь нижней панели настройки их и так дальше мы будем добавлять инструменты и они здесь будут выстраиваться все что еще сказать ну пока на этом наверно все вот если это освоить дальше уже самому элементарно все делать и понять ну на этом наверно все если что-то было полезно ставьте лайки ну и пока